Доброе утро, друзья! Снова мы с нашими камышевыми котами. Я вам уже показывала, как у них изменилось поведение. Кстати, Султан ждет, пока придет. Из-за кустов идет гирей. И Султан готовится к атаке. А гирей типа не видит. И бегу! Напали! Да? Султан, ты такой незаметный. Ты такой мастер маскировки. Иди теперь поздоровайся со мной. Да. Иди. Привет. Привет. Да. Привет. На прогулку. На прогулку. Иди расскажи. Иди расскажи, как прошла ночь. Ну. Ухо-ухо мое. Ухо-ухо. Ухо-ухо у кого? Ночь прошла. Львы в прекрасном настроении, друзья. После того, как отсоединили пральт-олешки. коняки. Коняки бабидонские. Коняки. Да. Скажи, кто говорит, что плохо, что отсоединили? Прекрасно, скажи, что отсоединили. Может быть, и молодые начнут потихонечку приходить. Красиво лежим. Сейчас подойду поближе. Может быть, и молодые потихонечку начнут приходить на кормление. Или где-то рядышком. Или приходить, помните, султан. Приходить, как Олешка, вот возле самолета, сюда вперед. Вы помните, в самом начале они приходили. Пока бандюганы не стали заниматься побегиньками, вот это вот, террористическими акциями. Набегались, нарадовались, напрыгались. А где Русик Руслан? Кирей будет очень красивый лев. Я надеюсь, что с каждым годом львы в парке Львов-Тайган добрее, добрее и добрее. Социализированные и следующие. Когда выйдут в следующем году, на следующий сезон, я думаю, что там тоже будут очень добрые коты. А если Олег Алексеевич, это вот смотрите, у них такой характер, несмотря на то, что именно годы жизни, им по три года, да, все эти три года были самыми кошмарными в истории парка Львов-Тайган. Из зоопарка сказка хуже, чем эти три года не было, особенно последний год. И Олег Алексеевич к этим котам почти не заходил. Тем не менее, представляете, если бы он заходил к ним и общался с ними постоянно. Тем не менее, мы видим таких львов, как Султан по характеру, да, Руслан. Набегались. Набегались. Да. Вы теперь играете в догонялки. Никого не боитесь. Да. На прогулку пойдем? Сейчас пойдем. Просто Гирей очень красиво лежит. Хочется его показать в такой зелени поближе. Можно только представить, какие бы эти коты были. Султан пришел сам на прогулку. Если бы у Олега Алексеевича было время с ними общаться. Даже за эти короткие полтора месяца, как они в саванне, вы видели, как изменился характер Руслана. Он вначале не подходил. Султан, он сразу был страшно контактный. Еще когда я приходила к молодым львам, да, он уже там был контактным. Гирей нет. И Руслан нет. И Руслан был очень насторожный. Но любовь Олега Алексеевича сделала чудеса. Да. И всего за полтора месяца. Руслан, вы видите, и подходит, и обнимашки, и дается гладиться. И последний раз даже ко мне подошел сзади, абсолютно тихо подошел, залез в машинку. Есть такое видео, не знаю, уже выставила, я его не выставила. Вот. Есть такое видео, где они пришли в машинку все втроем, и Руслан сзади подошел ко мне, и так как-то меня чуть-чуть головой отодвинул, залез в машинку полностью. вот, и порвал сиденье с зубом. Так положил голову, еще не умеет пользоваться. И, да, сделал дырку в сиденье машинки в спинке Олега Алексеевича. Вот. То есть он идет тоже полностью, идет уже на контакт. И не только с Олегом Алексеевичем. И вот сейчас тоже львы, которые будут выходить на следующий год. Там, где Зара, там, где Алекс. Вот. Там, где огромный Зевс, просто огромный Зевс. Я надеюсь, что они будут тоже контактными. Хотя тоже они выросли именно вот в это время, когда львам не очень много времени мог выделить, молодым львам мог выделить Олег Алексеевич. Смотрите, как красиво легли. Ничего не меняется. Точно так же здесь. Именно под этим деревом Эдгард Запашный с щуком. Помните, в своем фильме? Именно вот здесь, где лежит султан, лежал чук. Ему было столько же лет, сколько сейчас султану. Эдгард Запашный к нему подходил и говорит, у нас странные взаимоотношения с этим львом. Он меня не знает, присматривается. Я большой, шумный. Я к нему и садился здесь чуку на спину. Любят это дерево львы. И теперь, я думаю, будет все в порядке. Теперь наши молодые львы не будут сидеть в камышах или прятаться здесь где-то на своих лежках. А будут занимать вот такие верхние позиции. И это замечательно. С любовью из Тайгана будем смотреть, как все будет происходить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!